Дорогие лекарства, сложное лечение и диагноз как приговор. Болезни сердца и сосудов. Сердце не справилось. Может, врачи запугивают нас, чтобы заставить работать на аптеку? Выписывают таблетки, болеутоляющие нет, и ничего абсолютно не помогало. А может, народные средства ничем не хуже? Сосновые шишки и лекарства против инсульта. Что эффективнее? Врач-то вот и лечащий удивлялся. Обычные пчелы и сложные операции. Есть ли разница? Мы пчелку убрали, а жало осталось. И как раз происходит действие пчелиного яда. Народные средства стоят дешево и всегда под рукой. Но врачи утверждают, что это прошлый век, и лечиться ими нельзя. Сегодня мы расскажем, так ли это на самом деле. У вас темнеет в глазах, когда вы резко встаете с кровати? Скорее всего, это скачет давление. Тяжело подниматься по лестнице, а в конце дня на ногах вздуваются вены. Может быть, начинается варикоз. Замучили головные боли? Возможно, это вегетососудистая дистония. Болезни сосудов тем и коварны. Начинаются постепенно, протекают вяло, но при этом смертельно опасны. Лекарства помогают не всегда. Есть ли способы бороться с ними простыми народными средствами? Сегодня мы расскажем об этом. Какое же от обеда до забора, солдатский юмор. Вот жена-то моя увидит. Скажет, наконец-то поумнела. Мало кому придет в голову, что этот крепкий работящий мужик семь лет назад перенес инсульт и был при смерти. Тогда его не слушался язык, была парализована половина тела и даже ложку держать было тяжело. Инсульт. Острое нарушение кровообращения в головном мозге. Причины – гипертоническая болезнь и атеросклероз. Последствия – повреждение тканей мозга, паралич, нарушение речи. По мнению медиков, эффективных способов восстановления после инсульта не существует. В настоящее время инсульт – это заболевание людей любого возраста. Могут болеть молодые люди, но, конечно, чаще страдают люди старшего возраста. Сложное заболевание. Заболевание, чаще всего заканчивающееся либо смертью пациента, либо утратой трудоспособности. Грипп я на ногах переношел. Переходит в правостороннее воспаление легких. Я на ногах все это. Ну, упал. Ну, и когда пришел в себя, к соседу ползком. Ну, вызвал скорую, сел. Инсульт. Дальше скорая реанимация. А после практически полный паралич. Владимир не мог разговаривать и даже глотать. Я не мог представить, что здоровый, крепкий мужик может быть таким беспомощным. А что было? Говорить он не умел. Что-то пытался сказать. Плохо владели руки. Вставал с трудом. Все дети, чтобы хотя бы сесть на кроватку. В панике был. Живут один. Как я буду дальше? Страшно. Владимир – одинокий пенсионер. Это значит, что в его состоянии, как бы ни старались врачи, он все равно не жилец. Даже если его выпишут из больницы в удовлетворительном состоянии, ухаживать за больным дома попросту будет некому. Медсестры старались не смотреть в его сторону. У обездвиженного человека по лицу с утра до вечера катились слезы. В больнице его навещал только один человек – сосед. Он же единственный друг – Александр. Я не мог говорить. Ницел. Постоянная слюна. Мокрот из носа. Я не мог даже такое движение сделать. Рука висела. Ходить не мог. Приехал Юрьич с Венерой, с женой. Начал. А я глотать-то не мог. Это он мне ложечку йогурта, кажется, наделал. А я ему кажу, я бы не могу. Ну, в смысле, кажу, глотать не могу. Он мне дешил лентяй. И сработала мышечная память. Ну, и заработал потихонечку. Александр с женой весь вечер думал, как поставить соседа на ноги. И тут вспомнились слова его бабушки-травницы. В детстве она его в лес водила. Про травы и растения рассказывала. Что и от какой болезни помогает. Пришло это ко мне все, конечно, в детстве. От моей бабушки. Вот, по маминой линии. То есть, в детском садике я уже спокойно мог рассказывать своим воспитателям, когда нас водили на прогулку в лес, где растет зверобой, где колган и другие там травы. Они даже этого некоторые не знали. Ну, спасибо моей бабушке. Пригодилось везде. В школе, когда учился, в институте, в армии. Все это траву спасали во многих случаях. Александр вспомнил про настойку из сосновых шишек. На следующее утро пошел в лес, насобирал их в целое ведро и залил водкой. До сих пор он этим средством еще никого не лечил. Сам переживал, не навредит ли. На всякий случай залез в интернет, чтобы убедиться, что оно, по крайней мере, безопасно. Американские ученые изучали повадки животных и пришли к выводу, что многие из них грызут зимой сосновые шишки. И выяснилось, что в шишках находятся вещества, которые блокируют дальнейшую гибель клеток головного мозга после инсульта. Народное лекарство пришлось вливать другу чуть ли не силком. Глотать он не мог. Рот и то еле открывал. Но Александр заставил таки его проглотить целую ложку целебной настойки. Он мне ложку кормить, а ему объяснял, не могу. А он мне, ну, что-то некие друзья, ешь лентяй. С испугу, в общем. Объяснил, как на ночь. Чаёть крепкий. И ложечка этого, ну, с наглядь. Ну, так и делом. В это даже доктор поверил не сразу. Через два дня Владимир ел самостоятельно. И даже просил разрешить ему встать с кровати. Обход утром. Это, ну, в смысле, кормить надо принудительно. И вся палата говорит, он ест. После больницы Владимир еле ходил. У него было перекошено лицо, и разобрать его речь было практически невозможно. Чтобы не напугать людей своим внешним видом, он выходил гулять только по вечерам. Настойку, которую посоветовал ему Александр, пил по часам. Точно, как велел друг. Зато все другие таблетки сам себе отменил. Через пару месяцев он почувствовал себя здоровым. Все, что осталось от тяжелой болезни – банальная метеочувствительность. Когда затыл болит, ни разу еще, кстати, не ошибся. Это за два дня, когда переслякать, перед дождем. На самом деле. Через два дня точно пойдет. Через четыре месяца после реанимации к нему вернулась речь, и ходил он уже вполне уверенно. Владимир даже решил выйти на работу. А когда пошел оформлять инвалидность, врачи в шутку назвали его симулянтом и признали совершенно здоровым. Для настойки нужны нам всего пять, шесть, семь штучек. Сколько войдет в пол-литровую банку? Мы обязательно расскажем, как приготовить это чудо-средство. Но для начала убедимся, что оно безопасно и эффективно. Ведь главный принцип медицины, в том числе и народной, не навреди. Что уникального содержат сосновые шишки? И всегда ли они помогают при инсульте? Мы расскажем позже. Смотрите дальше. Загадка смерти Александра Барыкина. Кто прописал ему странные китайские таблетки, которыми он пытался лечить сердце? Эти таблеточки на травках, ему привозили откуда-то. Людмила Данильченко, 56 лет. Диагноз гипертония ей поставили еще 20 лет назад. Но сегодня она занимается аэробикой и спокойно пьет крепкий кофе, а личный тонометр подарила соседке. Раньше пила, почти что каждый день приходилось пить, потому что было давление. А сейчас принимаю свое лекарство. Простой деревенский рецепт от давления ей рассказала еще ее бабка. Та всю жизнь прожила в деревне, а там, как известно, хозяйство, скотина. В общем, лежать и помирать некогда. Гипертонии называют стойкое повышение артериального давления. Это одно из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Среди тех, кому за 60, гипертонии страдает каждый второй. Ощущение такое, что чувство жара, лицо все горит, в голове стучит прям молотками. И кажется, что прям можно потерять сознание. А у Людмилы, как назло, еще и хобби опасное – дача. Постоял возле грядок на жаре вниз головой хотя бы пару часов. Вот и потемнело в глаза. Бывает, дожди пройдут, но все зарастает. Вот сейчас целый день проторчал на огороде вниз головой на грядках. Пришла, померила давление 120 на 80. В другие бы дни я бы уже пластом лежала. А сейчас ничего, пью свое лекарство, и оно мне помогает. Людмилу спасает чеснок. О том, что он полезен для сосудов, знают многие. Но только Людмила знает, как его правильно приготовить. Оказывается, его нужно варить в молоке. Надо взять две головки чеснока, почистить их. Мы обязательно расскажем, как приготовить это чудо-средство. Но для начала убедимся, что оно безопасно и эффективно. Ведь главный принцип медицины, в том числе и народной, не навреди. Раз женщина утверждает, что настойка действует как лекарство, сравним настойку с таблеткой. Для этого мы пригласили двух близнецов с повышенным давлением – Ольгу и Юлию. Юля будет пить молоко с чесноком, а Оля – таблетки от давления. Перед экспериментом мы измеряем давление у каждой девушки. У Ольги давление 136 на 87, у Юли – 139 на 76. Посмотрим, у кого из них давление придет в норму. Итак, ждем ровно 20 минут. Это стандартное время действия лекарственных веществ. И снова замеряем давление. Итак, показатели изменились. Тонометр Ольги показывает 113 на 66, а на приборе Юли – 118 на 79. Итак, мы выяснили. Народное средство из чеснока с молоком работает не хуже самых современных лекарств. Хотя врачи предпочитают говорить, что это всего лишь плацебо. О чесноке говорят много, да? Но я не видел научных исследований. Мы в нашей жизни пережили, да, бум, мумиё, да, бум, женьшень, да. Все это было у нас, да, в нашей жизни. Что, это как панацея? Что-то спасло кого-то от чего-то? Знаете, в этом плане я могу сказать другое, да? Человека спасает вера. Вот, если он верит в этот чеснок, да, то этот чеснок просто, это может быть психоэмоциональный фактор. И человек считает, что ему этот вопрос помогает. Чеснок с молоком помогает нормализовать давление. Поэтому мы раскрываем его секрет. Надо взять две головки чеснока, очистить их, чтобы осталась самая головка, обрезать только вот эти части. Опускаем. Две головочки и заливаем стаканом молока. Ставим на печку. Доводим до кипения и ждем, когда она размягчится, чеснок. Ну, это где-то, может быть, минут 30. Выключаем. И потихонечку сливаем. Вот это тепленькое молочко пьем три раза в день по столовой ложке. Для приготовления лечебного состава по рецепту Людмилы Данильченко нам потребуется один стакан молока и две очищенные головки чеснока. Состав довести до кипения, остудить до комнатной температуры. Пить три раза в день. Владимир Рыбаков после инсульта отказался от всех лекарств и лечился только настойкой из сосновых шишек. Сейчас мы проверим, помогло ли ему народное средство на самом деле или всего лишь сняло симптомы. Для того, чтобы проверить здоровье Владимира, мы привезли его на обследование в современный медицинский центр. Владимир Иванович, пойдемте делать исследование. Сейчас мы не сестра вас ложат, расскажем вам, что и как мы будем делать. Выходите. Врачи сделали анализы, магнитно-резонансную томографию, в общем, проверили чуть ли не каждую клеточку в организме и вынесли вердикт. Владимир действительно здоров как быт. У пациента, которому мы делали исследование, было выявлено два участка нарушения мозгового кровообращения. Эти изменения соответствуют перенесенным нарушениям мозгового кровообращения. То есть это нарушение достаточно старой, неизвестной давности, но это не острое состояние. Можно сказать, что для этих изменений он выглядит достаточно сохранно. В чем же дело? Что такого уникального содержится в шишках, что они за 4 месяца могут поставить человека на ноги после инсульта? Для начала надо понимать, что необходимо лечить. Оказывается, самое страшное не сам инсульт, а его последствия. Немалая часть повреждения мозга после инсульта происходит не в первые часы, когда клетки остаются без кислорода, а много позже, когда поврежденная клетка решает, что для блага организма ей нужно умереть. Этот процесс называется апоптозом. Ученые выяснили, что остановить гибель клеток мозга после инсульта способны особые вещества – танины. Они содержатся в виноградных косточках и сосновых шишках. Правда, в очень малых дозах. Проверим, сколько танинов в настойке, которую пил Владимир. Для этого мы взяли у него пузырек с самодельным лекарством и отправили его на экспертизу. Врачи подтверждают, танины действительно лечат последствия инсульта, но в сочетании с лекарствами. О том, что инсульт лечат только танинами, слышат впервые. Есть средняя величина, которую человек должен потреблять. Чаще всего это определяется эмпирически. Ну, в данном случае это для него норма оказалась. Ему повезло. Да, он подобрал свою дозу. Вот именно это своя доза, она ему помогла. И плюс вера в то, что это работает. Рецепт Рыбакова действительно работает. Это простое народное средство по цене бутылки водки может помочь справиться с последствиями инсульта. Поэтому мы раскрываем его секрет. Для настойки нужны нам всего 5, 6, 7 штучек. Сколько войдет в пол-литровую банку? Начинаем закладывать. Максимально возможное количество. После этого необходимо залить ее водкой. Берем обычную водку, какая продается во всех магазинах, и заливаем. Заливаем так, чтобы шишки были покрыты водкой полностью. Закрываем крышкой и ставим в темное место. При температуре 20-18 градусов, то есть комнатной температуре, настаивается на 10 дней. В итоге должна получиться настойка вот такого цвета. Принимают ее очень просто. Желательно перед сном в стакан некрепкого чая добавляется всего-навсего одна чайная ложка этой настойки. Пить можно с медом. Для приготовления настойки нам понадобятся 5-6 сосновых шишек, 500 грамм водки. Шишки залить водкой, настаивать в темном месте 10 суток. Пить по одной чайной ложке три раза в день. Игорь Каркуленко, пасечник. Пчелами занимался его дед, потом отец, а теперь и он учит своего сына всем премудростям пчеловодства. Закон любого пасечника. Все, что можно вылечить без операции, лечит только пчелами. Каркуленко утверждает, что при помощи пчел можно лечить заболевания сосудов. Например, варикоз. По идее, официальная медицина с ним согласна. Ведь в аптеках столько мази с пчелиным ядом для лечения варикозного расширения вен. Давайте вашу венку, ногу, и будем на нее ставить наше пчелу. Варикозное расширение вен или варикоз. Хроническое заболевание характеризуется узловатым расширением вен и нарушением оттока крови. Если болезнь запущена, хирургическое вмешательство неизбежно. Это очень опасная болезнь, потому что у того, у кого есть стволовая форма варикозной болезни, у кого потихонечку, там в течение жизни появляются узлы, у кого есть генетический фактор этого заболевания, тот может прийти к достаточно грозным осложнениям, потому что варикоз – это проблема тромбозов, вен на поздних стадиях заболевания. Каркуленко уверен, лучший способ лечения варикоза – апитерапия, лечение укусами пчел. 12 сеансов, утверждает лекарь, и можно увидеть, как вены уменьшаются в диаметре. Проверим. Для этого мы привели к Каркуленко первую попавшуюся пациентку с варикозом. Здравствуйте. Маргарита Кузнецова с 10 лет страдает этим заболеванием. Болезнь досталась ей в наследство от мамы. Мази и кремы давно уже не помогают. У меня болели ноги, потом начали появляться синие венки, а последние пару лет оно стало как-то совсем некрасиво и тяжело. Мы предложили ей пройти курс апитерапии, то есть лечения пчелами. Скажите, а боли в ногах нет? Отеков не бывает? Боли были очень давно, наверное, тогда, когда эта штука появилась. Игорь Каркуленко дал гарантии, через пять недель Маргарита свои ноги не узнает. Будут ровными и гладкими. Укус пчелы можно сравнить с уколом. В организм сразу попадает около 50 различных веществ. Минеральные вещества, кислоты, жиры, белки, углеводы, ацетилхолин. Пчелиный яд, он по своему составу продукт, содержащий и аминокислоты, и белки, и витамины, и, значит, практически всю таблицу Менделея. Вот этим объясняются столь высокие результаты при лечении этим методом. Пчела ставится на расстоянии полсантиметра от вены. Это так называемая зона Захарьева-Герда, которая отвечает за эластичность вен. По лимфатической системе полезные вещества пчелиного яда распространяются по всему организму. Мы пчелку убрали, а жела осталась. Оно должно находиться здесь три минуты. За это время весь яд из этого мешочка стекает в организм, и как раз происходит действие пчелиного яда в плане лечения нашей вены. Я уверовался в этом методе тогда, когда много лет назад провалился прорубь, и у меня отказали голеностопные суставы. Я начал ставить себе пчел. И где-то за месяц я вылечился, и до сегодняшнего дня я забыл, что у меня болят голеностопы. С момента последнего сеанса прошло три недели. Даже невооруженным глазом видно, что вены на ногах Риты менее заметны. Девушка с удовольствием ходит по магазинам и выбирает короткие юбочки. И готовится пройти второй сеанс, чтобы окончательно закрепить результат. Фармацевты утверждают, совсем не обязательно нашпиговывать свои вены пчелиным жалом. Можно просто втирать в ноги мазь на основе того же пчелиного яда. Она очень хорошо устраняет последствия варикоза, то есть тромбики убирает. Она восстанавливает эластичность сосудов очень хорошо. Для того, чтобы донести пчелиный яд до больного органа, нужно обязательно носитель, нужно обязательно какой-то консервант, но обязательно природный. А носителем в данном случае может являться кедровое масло. Там доля достаточно маленькая, потому что пчелиный яд, так и самого названия, понятно, что это яд, понимаете, его много здесь быть не должно. Там буквально миллиграммы, вот, и этого вполне достаточно для восстановления вот веночек. Игорь Каркуленко уверен, все, что рассказывают фармацевты, сказки. Никакие мази не могут заменить настоящий пчелиный яд. Да, они действительно немного улучшают микроциркуляцию крови в капиллярах за счет своего согревающего эффекта. И все. Пчеловод давно уже мечтает встретиться с фармацевтами и лично спросить, зачем они дурят людей. Мы предоставим ему такую возможность. Мне бы хотелось задать несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, у вас медицинское образование? Нет, у меня химическое образование. Дело в том, что я посмотрел состав вашего бальзама. Концентрация пчелиного яда здесь небольшая, и я уверен, что она намного ниже, чем другие компоненты, присутствующие в этом бальзаме. Но с таким же успехом вот этот бальзам можно назвать не пчелкой, а, предположим, альпийским подснежником. В словах Игоря Коркуленко действительно есть смысл. Пчелиный яд апитоксин. Густая бесцветная жидкость с характерным запахом и горьким вкусом. У зрелой рабочей пчелы около 100-150 миллиграммов яда. В одном тюбике мази всего 0,15 миллиграмма яда. То есть из одной пчелы можно произвести тысячу тюбиков мази. Но ведь при лечении используется у гус не одной пчелы, а нескольких. То есть чтобы получить лечебный эффект, надо втереть в кожу несколько килограммов мази. Есть ли у вас клинические испытания вашего бальзама? Я вам скажу так, нам за официальную клинику в Москве запросили такие большие деньги, что мы от этого отказались. Но мы провели не клинические испытания, мы провели клинические наблюдения на базе нашей горбольницы. Ну, будем так сказать, у нас эффективность до 70%. Скажите, пожалуйста, а как долго вы мазали этих больных? Три месяца. Три месяца, да? Ну, что я вам скажу, ваш бальзам имеет право на жизнь, но в большей степени все-таки как профилактическое средство, потому что все-таки концентрация такова, что каким-то образом через кожу достать стенку сосуда пчелин яд, но никаким образом не может. Всем известно, пчела делает укол жалом, то есть вводит яд подкожно, а мазь наносится на кожу, и потому полезные вещества попросту не доходят до глубоких тканей. Ваш крем, он действует как бы сверху на этот сосуд, поэтому какая-то очевидная доля проникает. К сожалению, я вот смотрел литературу, я не нашел ни плюсов, ни минусов. Мечта Игоря Коркуленко сбылась. Ему удалось убедить хотя бы одного фармацевта в том, что пчелы лечат варикоз гораздо лучше любых мазей. Михаил Фадеев. Ходячая энциклопедия народных рецептов. Несколько лет назад его стали беспокоить боли в ногах. Холестерин зашкаливал, давление было высокое, врачи уже были готовы поставить диагноз атеросклероз. Чтобы этого не допустить, он изучил все народные способы лечения своей болезни. Атеросклероз сердечно-сосудистое заболевание. Из-за нарушения липидного обмена на внутренних стенках артерий образуются холестериновые бляшки. Это может привести к закупорке сосудов, гангрене, инсульту. Заболевание встречается у мужчин после 50 и у женщин после 60 лет. Если мы возьмем листочек бумаги и представим, что это наш сосуд, то по вот этому листочку бумаги будет течь нормальная кровь. Будут нормальные потоки этой крови, так называемые ламинированные потоки крови. Если на стенке сосуда образуется атеросклеротическая бляшка, то соответственно уже потоки не будут прямолинейными в этом сосуде. Михаил решил следить за собой. Ведь даже врачи говорят, что важнее всего в лечении атеросклероза не таблетки, а правильное питание. Важно поддерживать нормальный уровень холестерина в крови. Он нашел проверенный и действенный способ снижения холестерина. Семечки подсолнуха. Это дешевле и эффективнее многих медикаментов. Сосуд, когда много холестерина, он не может функционировать. То есть высокое, низкое давление, он не чувствует этого. То есть трудно организму становится. Семечка рассасывает внутри этот холестерин. Медленно, но рассасывает. Только потреблять их надо не килограммами, а литрами. То есть готовить из них специальный отвар. Михаил с закрытыми глазами может приготовить из килограмма семечек два литра отличного лекарства от атеросклероза. Для этого нам потребуются очищенные семечки подсолнуха. Мы обязательно расскажем, как приготовить это чудо-средство. Но для начала убедимся, что оно безопасно и эффективно. Ведь главный принцип медицины, в том числе и народный, не навреди. У Михаила все анализы уже давно в норме. Для того, чтобы проверить эффективность его средства, мы пришли в поликлинику. Здравствуйте, кровь здесь дают? Рано утром в очереди в лабораторию по забору крови стоят люди, которые сдают анализы на холестерин. Валентина Иванкина из таких. Мы дождались, пока она сдаст кровь, и предложили ей принять участие в нашем эксперименте. Здравствуйте, как взяли у вас кровь? Минимальный курс лечения 10 дней. Пить лекарства надо 3 раза в день перед едой. Нельзя пропустить ни один прием. Во-первых, я почувствовала, что у меня нет головной боли, давление не скачет. Потом я стала хорошо спать. Прошло 10 дней. Чтобы проверить, насколько помогло Валентине наше лекарство, мы снова попросили ее сдать анализы на холестерин. Прокомментировать результаты анализов Валентины мы попросили врача. Он расскажет нам, насколько снизился холестерин и действительно ли эффективно лекарство из семечек. Судя по анализам, отмечается некое снижение холестерина. Холестерина, небольшое снижение, некое. Лекарство из семечек действительно помогает снизить холестерин. Это простое народное средство по цене кулька семечек может заменить дорогие лекарства. Мы раскрываем его секрет. Для этого нам потребуются очищенные семечки подсолнуха. Насыпаем в литровый термос приблизительно два стаканчика семян. После того, как мы залили термос, мы даем ему постоять открытым минут пять десять. После того, как мы залили термос, мы его оставляем на десять-двенадцать часов настаиваться. Пьем четыре раза в день. утром, днем, вечером, за двадцать минут до еды и последний раз перед сном. Для приготовления лекарства от холестерина надо взять два стакана очищенных семечек, один литр кипятка, настаивать три часа, пить четыре раза в день до еды. Мы проверили. Настойка из сосновых шишек действительно лечит последствия инсульта. Правильно приготовленный чеснок с молоком помогает справиться с высоким давлением. Укусы пчел избавляют от варикоза лучше, чем многие современные мази и лекарства. Настой из семян подсолнуха действительно понижает холестерин. Болезни сосудов лечить тяжело и очень дорого. Возможно, наши рецепты помогут вам не только сохранить свое здоровье, но и сэкономить деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова